Ну, снова здравствуйте, дамы и господа, наши ученики, и мы продолжаем у нас тренинг по мануальному массажу И теперь перешли непосредственно к мануальной терапии, то есть специальный мануальный массаж Он подготавливает тело к дальнейшим манипуляциям мануальным, то есть к правкам всяким, к ротациям подвонков и так далее Начнем мы от общего к частному И если мы делали массаж спины, соответственно, да, вот с шеей, то начнем, собственно говоря, со спины То, что пригодно, ну, практически для, так скажем, для каждого человека, для здорового человека Просто декомпрессировать, растянуть А дальше уже перейдем к частным случаям, когда какой-то надо конкретный позвонок ставить, да, разворачивать Или там ноги удлинять, или крестец поворачивать Это все уже отдельные элементы, вы узнаете в следующих видеороликах Поэтому не забудьте подписаться на наш канал Академии телесно-ориентированных практик Вот такой у него логотип квадратный И, соответственно, там мы будем публиковать новые полезные видео для вас На разные темы, кстати, не только по мануальной терапии Вот, когда мы тело разогрели, мы можем приступить к работе Если человек пришел на холодную, то, в принципе, также можем приступить к работе Немножко его разогрев тем, что, о, встряхнули мышцы, да, растрясли его немножко Если полотенце, ну, вообще, я использую обычно горячее полотенце Либо горячее, там, просто, да, заранее подогретую Человека накрываем, уже пошло тепло, уже люди благодарны Это, как бы, плюсик, вам, как мастеру, сразу говорят, о, хорошо, кайф, пошел Есть такой, как бы, верблюжий массаж, верблюжая хватка, да, вот, как бы, через полотенце, может, его кожу несколько Так, встряхнем Простучим Сотрясаем необходимые позвонки и чуть раскачаем Добавив вибрацию Вибрацию это покачиваем позвонка Позвонков, тело все должно ходить с ходуном, как змея То есть, если мы где-то что-то качаем, да, то движение должно дойти до, ну, за пятку качаем, должно дойти до макушки Качаем за голову, должно дойти до пятки Ну, в принципе, доходит Значит, у человека нет таких серьезных проблем Это, как такая, легкая, быстрая диагностика И теперь стучим, да Простучали мы именно по сочленению Во-первых, это плечи Во-вторых, это реберная Реберно-поперечные сочленения с позвоночником Если вот остистые отростки позвоночника по красной линии идут, да То поперечные отростки, например, по зеленой линии В двух сторон То есть, вот, остистые отростки, это вот Упирающая часть позвоночника, да, вы их знаете прекрасно А вот это вот, поперечные отростки, соединяются с поперечными отростками позвонков позвонков, они немножко пошире, 3-4 пальца до них, их можно легко обнаружить, когда мышцу отодвигаем, и под ними вот эти вот косточки находятся, то есть мы по ним стучим, по асистом отросткам не стучим, по ним вообще нельзя ничего жесткого делать, это болезненно, ну и соответственно немножко глупо, потому что может повредить, и стучим по крестцовому, по крестцу по самому, и по крестцово-поясничному, позвоночному, крестцово-подвздошным сочинением, вот по вот этим вот, то есть вот мы расписываем вот здесь, вот здесь и вот здесь, и наши первые манипуляции на скручивание и декомпрессию, одной рукой мы упираемся, соответственно, в самую верхнюю кость таза, это кость гребно-подвздошной кости, а сверху в кость лопатки упираемся, вот в самой верхней точке, если так сбоку посмотрите, сюда же тут видно, и соответственно это есть куда упереться, вторую руку здесь, и раскачав его, по диагонали провожу первый манипуляционный толщок, второй, третий, ну вот сейчас вот L5 из 1190 позвонок, да, ты почувствовал? почувствовал? говори, вот, как прием делается, соответственно, одновременно, не обходя человека, да, делаем и с этой стороны, и с этой стороны, просто развернув руки, наш вес тела должен находиться напротив рабочей зоны, вот, от этих точек, да, по центру, вот здесь, мы корпусом нависаем, над этой точкой посередине, да, разводя руки в стороны, руки не должны съезжать, поэтому обязательно не на голое тело делом, да, а либо через одежду, либо полотенце, либо через простынь, помещение всегда должно быть закрыты все окна, чтобы не было сквозняков, ни в коем случае выключены звуки, чтобы вы слышали точно, что вы делаете, да, и куда надавили, и достаточно должно быть тепло в помещении, то есть оно должно быть проветривающее ему, но теплое, без сквозняков. Соответственно, получилось три толчка, раз, два, три, у некоторых, может быть, четыре доходят, да, дальше, где идут плавающие лёбра, мы уже не жмём, тут бессмысленно жать, тем более, будет больно для почек, это не нужно делать. Иной раз у человека, ну, если там, такой достаточно подвижный человек, да, или ребёнка, это всё вообще делается на одном вдохе, то есть я раскачиваю здесь, поймал, где преднапряжение дошло, таз качнулся, да, вот отсюда, вот я, да, поймал его в полёте, чуть-чуть показ броский, быстро продаём. Те, кто посильнее, да, люди, ну, такие массивные, грузные, качки, так скажем, да, им, естественно, придётся подготавливать и с выдохом делать. Разорачиваю, я ещё раз показываю, прямые руки у меня, тело находится весом напротив точки, посередине, да, в области воздействия, и выдох, выдох, выдох. То есть я каждый раз раскачиваю, раз, два, три, ну, условно так, доходил до преднапряжения, и только после этого манипуляционный толчок. Раз, два, три. Раз, два, три. Тем самым ещё подсказываю человеку, когда выдыхать, да, то есть мы же не, чтобы мы сами не задохнулись, мы же не выним, каждый раз говорить, выдох, 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 да. Толпоопытно он уже сам знает, кто не первый раз приходит, сам знает, когда выдыхать. И теперь рассмотрим нюансы. Соответственно, если нам нужно, ну, мы чувствуем по телу человека, да, что где-то вот тут у него прям что-то торчит ребро, да, а через ребра мы, собственно говоря, через этот переход воздействуем и на позвоночник, то есть он тоже может тратироваться. Мы хотим больше действия, соответственно, усилие дело, тогда весь тело переносим сюда, может даже чуть-чуть развернуться вот так вот сюда. И при этом в толчке больше будет нагрузка именно на плечо. Если сюда, на поясницу, да, то приносим из тела, сюда, и, соответственно, наш толчок будет больше сюда. Вот небольшой нюанс, мы можем маневрировать. Следующий прием. Это отдельно поясничный область, да, и поясничный грудной переход. Значит, мы доходим до точки преднапряжения. Точка преднапряжения – это, в общем, функциональное ограничение, куда дальше он не движется организм. Вот он до предела дошел, все, дальше не идет. Раскачивая опять за косточки таза, упираемся в стол. Как правильно, тут есть предел, вот на предел, да? Второй рукой – просто предел жирного ребра, противо-моему, стороны. На него с лопаткой, да, где она подвижная, а именно вот под лопаткой. Для этого лучше скрестить руки. То есть у нас сейчас манипуляция будет производить вот эта рука, а эта рука только поддерживает. поэтому я ее приподнял, чтобы показать, что мы не действовали, да? И только когда вот тогда что-то под напряжение, и следующее у нас должен быть толчок, только тогда ее прислонил. И пролистил манипуляцию. И в другую сторону опять хруст и накрость поменяли. Все очень просто. Ну, вот по нашей схеме, да, как еще там разминание, растирание, это мы уже согрели, сделали, да? Вытягивание, ну, это практически тут без тракции, потому что мы пока раскачивали, вот она уже, тракция, да? Постукивание, потряхивание тоже уже сделали, да? И теперь правка, тракция, мобилизация, это вот следующий прием, да? После 5А преднапряжение. То есть в любом случае мы доходим до преднапряжения. Когда доходим, вот видите, всегда мы делаем раза два-три, вот как раз, два-три, например, такие покачивания, да? И потом после сотрясания такого легкого толчок. Теперь, смотрите, у нас, я вам говорил, да, что имеется, естественно, лордоз, кифоз, лордоз через ту улицу. Соответственно, где кифоз мы обычно продавливаем вниз. Где лордоз, шея, нам надо не давить, а скручивать. Либо вот вытаскивать назад в замки. Тут опять кифоз, тут опять выдавим вниз, ну, в тело человека. Ну, условно говоря, вот, церковь тоже, кифозная часть, тоже выдавим на него. Так, значит, поясницу. Следующий прием. Такой щековый, начинается над за кожу. Чуть-чуть надо вот освободить от демней всяких. За кожу, начиная от... Больно держи, да? Больно, сради. Сейчас мы тебе этот демок вытащим. Подняли и... О! Вот выдернули. Слышно там будет, да? Вот за базис я практически схватил, да, и вот дернул относительно, получается, позвоночника. То есть вот это сочинение. Выдернул. Сам крестец сейчас продергаем. И вот эти сочинения, где вот сейчас мой палец лежит, тут такие коротенькие мышцы, крестцово-подвздошное сочинение. О нем часто забывают, и еще вот так мышцы лежат. Пояснично-подвздошные. Вот их тоже мы выдергиваем по диагонали, соответственно. Вот взяли над косточкой, приподняли и... Вот, видишь, было. Подняли и... Уже было. Слышишь сам? Да? Вот, крестец пошли. Дергивость. Вот, дошли до копчика. Теперь выше доходим до, ну, практически до уровня лопаток. Значит, поддерживаем, как вам? Достаточно быстро, чтобы не было лишнего щипания, да? Буквально за один раз, но иногда требуется там раз и два. То есть, вот это вот преднапряжение и второй толчок, это уже мобилизационный будет. И ни в коем случае не загибайте ткань человека вот туда или вот сюда. Это просто больно будет, да? То есть, только вертикально. Дошли до вверха. Здесь... Ну, от тела человека зависит, да? Кому-то может идти и пошире. Подернуть его. У кого-то просто плотно коже, там нельзя схватиться, значит, мы не делаем в этом месте. Этому человеку мы не делаем. Здесь, вот на грудном отделе, приподнимаем за кожу, прямо над осисленными отростками. Расстояние пошире, примерно через четыре позвонка, между другом, да, захватываем. Приподняли и расцветли друг от друга. Такой, как бы, создаем эффект мешок костей. Вот он, как бы, там, мешки, кости болтаются. Таким образом, дополнительно решатого сочленения. И после этого производим декомпрессионную мобилизацию. Начиная, примерно, с десятого, с восьмого десятого позвонка грудного, да? Упираемся ладонями, основанием ладонями, гиперденажем, да, получается. Мы делаем такой толчок в виде кивка, кивок, да, и с разведением рук. Кивок и развели. Кивок и развели. Ну, это самый, как бы, так скажем, классический прием. Может, в принципе, делать с двух сторон запястьями, да, может делать и кулаками. Есть такие мастера, у которых мощную ладонь, ну, просто одной ладонью. Фу, 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 продавливает. Кому как удобнее, да? Ну, вот в классике. Лучше всего надавили, смотрите, еще раз, два, три, вошел в тело, дошел в это напряжение, он выдохнул еще раз. Доку, посоветую, я произведу, вращу. Нюансы. Если вам не хватает вашего веса, да, ее продавить человек, ну, во-первых, это вкусно уже, да? Нормально, невольно же. Вот некоторые просто боятся, зачем это надо все. Декомпрессия всегда полезна, потому что это растяжение, оно нам не повредит. А с нашей ежедневной вертикальной деятельностью, может, прямоходящей, да? У нас постоянно идет компрессивное сжатие. К старости мы, как бы, знаете, спрессовываемся, и на десяток сантиметров можем стать ниже даже. То тогда мы залазим на человека сверху, упираемся, и тут толчок у нас будет прозволиться всей грудной телой. Тело на нашем, да, груди. Движение, и после этого толчок. Хаму удобно некоторые даже делают. Вот так управляются. И если вам неудобно залазить на стол, то тогда есть такой прием, называется хвост кенгуру. Кенгуру, знаете, для чего хвост нужен? Вот, она так мажет хвостом, да? Для чего? Чтобы совершить больше толщок. Это как маховик. Она ему отталкивается за счет маха. У нас хвоста нет, но мы используем свою ногу. В принципе, любую, какую хотите. То есть, вот мы чувствуем, что не достали, да? Для ногой махнули и одновременно продавили. Так, это было все вдоль подоносчика, теперь поперек. Упираемся опять в ость лопатки, самую пиклую часть с двух сторон. Теперь перпендикулярно растягиваем. Доходим максимально до преднадвижения. Вот, все дальше не тянется. И после этого толщок вертикально вниз и в стороны. Было, да? Ну, я дальше не буду доделать. И так можно сделать вот 3-4 место приложения усилий. Следующий толчок по спирали. Ну, это в основном делается вот в такой коротком участке, да? Буквально раз, два, три. Часть, раз, два, три. Так же вертикально вниз, да? У нас тело опять же находится над серединой точке приложения наших усилий, да? И после этого идет мобилизационный толчок. Это мы рассмотрели общий случай для, как бы, так скажем, здоровых людей, да? Если у человека сколиоз, я бы выражен, да? Там уже пройдем по-другому. Если там уже более глубоко будем продавливать, выходить в тело. Или там, ну, другие способы, за которых мы как раз рассмотрим в следующих видеороликах. Если хотите все это понять, как делать, потому что на видео все равно нюансов много не попадает, да? Лучше приходите к нам на тренинг. Здесь мы вас все научим, поставим руки, покажем все на живой натуре. Отработаем все на практике и вы ведете отсюда готовым специалистом с дипломом, с путевкой в жизнь. С вами был Олег Алабудвин. До новых встреч, друзья!